всем привет друзья с вами варчик в этом видео будем рассматривать бой на тяжелом танке реплей этот навод реплейс называется что-то типа команда лохи команда лохол ну и что мы видим автор реплея на из 4 и у него что мы видим уже самое начало что видно что сам автор этого боя сам ни разу не лох все все в команде лошары он нет нет абсолютно нет видим на из 4 сетку очень полезный модуль на тяжелом жирном тяжике вообще бесполезный вообще абсолютно что ты двигаешься сетка не работает и когда ты останавливаешься добавляется маскировка которая тебе на тяжелом танке не нужно то есть модуль просто воткнут лишь бы что-нибудь я надеюсь у него хотя бы досылатель стоит ну я не знаю короче не знаю что там понаставлено но уже видно что один модуль это просто бредятина которая вообще ничего не дает нам лучше он уже под бой поставил это было бы лучше хотя не удивлюсь если у нас стоит досылатель подбой и сетка ну в принципе бог с ним итак мы видим что эта карта париж и мы смотрим как уже уже наш человек играющий наш человек я вот туда подослала как он уже совершает ошибку берем просто камеру поворачиваем и смотрим не на реплее немного чё так вот отдалилась можно посмотреть примерно как кто там стоит мы видим что конь стоит если присмотреться он пушкой на нас наведен тупо в нас и потом уже нужно принять решение что если мы хотим выехать мы должны выезжать таким образом чтобы нас не простреливали но наш герой мало того что не посмотрел куда смотрят враги мало того что там кроме коня еще 705 отсветился и миль 2 отсветился и еще танки которые в бою не светились то есть еще помимо коня там еще что-то может быть чтобы нам сейчас выезжать нужно сейчас лицо повернуть направо жопу вывернуть и от стены бортом нужно чтобы левая гусеница была продолжением дома таким образом враг будет стрелять и рикошеты будут потому что мы будем продолжением дома наше лицо будет закрыта стеной и все будет идеально смотрим что наш герой делать просто лицом лицом выезжает а я замечу что из 4 это танку которого лицо тоньше чем борт если он ровной бочиной выйдет у него шанс танкануть будет больше чем ровным лицом но не доворачивая он выезжает получает от коня там еще 705 стоит и он стреляет туда где некуда пробивать коня потому что он стоит идеально он показывает только гусеницу а корпус свой не показывает потому что корпус находится дальше правее а он показывает только гуслю а гуслю урон не наносится урон наносится только когда ты основную броню пробиваешь а всякие гусеницы фальшборта это все ни о чем и так дальше лицом и стоит стреляем тут непонятно куда в землю и рядом с нами еще один такой вот type 4 просто но он хотя бы выехал стрельну заехал а а наш герой еще хуже он выезжает становится и стоит там ну в общем мы тут пана это самое пана получали немножко в лицо и решили что оказывается наша позиция видимо не очень поедем нагибать в другую позицию здесь сейчас видно что человек не смотрит на миникарту потому что объект 430 светится за большим черным зданием но мы его выцеливаем выцелим одежда ой нету нету оказывается нема его там хорошо опять мы ничего не чекаем камеры у нас вот третье лицо тут есть можно камеру повернуть увидеть что там он никуда не смотрит и ехать мы там что-то вынюхиваем ничего не нанюхали едем едем в прицеле едем там вот е4 277 мы в прицеле катимся обратите внимание сейчас е4 ты стоит таким образом что его некуда пробить но это нашего героя не останавливает ведь если он не попадет то это значит что подкручено а если попадет знать что ты киберспортсмен но видимо подкручено попадание попадание и давай тут лицом крутится стоим просто ровно в проезде подъезжаем к домику нас хомяк слева вообще не смущает еще раз еще раз в игре есть камера от третьего лица поворачиваем смотрим кто куда смотрит слева есть хомяк впереди два танка и мы бортиком от дома можем выезжать танковать стреляться но нас должен напрягать хомяк с левой стороны он конечно будет с трудом нас пробивать но может куда-то и закинет смотрим что делает наш супер герой просто лицом выезжает лицом выезжает и выцеливает хомяка который за стеной а наша как же классно камера в реплеях работает а наше лицо вот она торчит из-за дома враги могут спокойно в него накидывать вот эту вот щель нас ничего не волнует ой мы получаем вот назад отъехал нормально а еще получили да как так команда лохов команда лошар конченных ведь они должны были грудью мое нлд закрыть а я должен был стоять хомяка выцеливать или чё ой видим гусеничку хомяка как это интересно как же мы влияем на бой три минуты боя прошло у нас 0 наша команда уже начинает проседать я тысячу раз говорил за все время сколько создаю видео и стримлю что победа основная создается с первых минут боя ты накапливаешь по чуть-чуть преимущество накапливаешь 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 и потом уже в какой-то момент преимущество может стать таким большим что одна из команд просто задохнется и вот мы видим что наша команда уже начинает задыхаться а у нас до сих пор ноль мы не напрягли никого мы никого не раздамажили преимущество урага растет и растет и растет а мы по-прежнему с нулем поэтому нужно адекватно отыгрывать было с самого начала но уже с каждой секундой все хуже и хуже ситуация но у нас включается сеточка мы смотрим в хомяка который за стеной у нас все нормально эта команда лошары а то что мы просираем вообще какие-либо возможности получить преимущество 5 опять мы стоим лицом к врагу самой тонкой своей частью у нас только борт бронированный запомните из 4 это бортовая броня у него в лице брони нет он пробивается просто от спыряка мальчик такой шел мимо ой горит из 4 спыряка ему пиздык и пробил все в днище там у него и в лд и нлд она тонкая он танкует только бортины запомните если вы играете на этом танке и сетку не ставьте пожалуйста кровь за вас идет когда такие реплеи смотришь только сейчас когда уже три минуты с половиной наша команда страдает наш герой нанес два урона и начал танковать той частью танка которая вообще способна танковать это бортом больше у нас ничего не танкует только борт борт и лоб башни крыша пробивается все только сейчас когда счет уже 0 7 наш герой начинает танковать той частью танка которая у нас танкует и наносить урон потому что враги уже начали атаковать настолько нагло что уже просто не сейвится вообще никак и только поэтому наш герой хоть какой-то урон настреливает при этом он надо спешит как сейчас и дает выстрелы в никуда просто мимо танка там еле гуслю цепану сейчас он отыгрывает нормально но это уже не важно и то что этот чувак настреляют у 2 500 там или 3000 урона этот урон вообще ни на что не влияет этот урон уже набит просто когда этот чел тупо умирал просто он умирал и набило 2 800 урона все он ни на что этот урон уже давным давно не влиял победу этот чел не мог вообще никак получить поэтому у него и низкий процент побед потому что он фигней занимался три с половиной минуты боя пока враги накидывали играли в игру стреляли прятали свои уязвимые зоны и подставляли только те места которые не пробиваются наш герой ровным рылом выезжал получал в него и видимо такой у него стиль игры команда лошары он нет ошибок в этом бою было тонна и самая большая ошибка для победы то что он очень много времени а сейчас три с половиной минуты боя это очень много три с половиной минуты боя если ты ничего не делаешь то типа чувак а с чего ты взял что у тебя должна быть победа ты же ничего не делал три с половиной минуты боя за три с половиной минуты бои заканчиваются сейчас очень часто поэтому если ты взял из 4 ты должен сразу ехать в мясо со своими союзниками ни в коем случае не один и участвовать сразу с первой минуты в бою потому что потом ты не успеешь это из 4 это не стежка не лтшка ты потом не переедешь ты потом не успеешь в конце поучаствовать ты сразу должен вот и все вот и думаете кто лох команда или тот кто считает всех вокруг лохами сам был арчи карать красиво всем пока а